И это тем более подробно обсудим с Дмитрием Шашкиным, это член Полицсовета Единого Национального Движения. Дмитрий, здравствуйте, рады приветствовать. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро. Поясните, пожалуйста, ситуацию по поводу Грузии. Насколько я понимаю, это первая в истории инициатива импичмента президента Грузии. Какие в данном случае подводные камни, так сказать, между строк, что важно прочитать и что важно узнать, что стало причиной, реальной причиной данных обсуждений касательно импичмента? Ну, эта ситуация намного сложнее, чем она кажется на первый взгляд. Грузия управляет пророссийской силой, которая де юра называется грузинская мечта, де факто мы ее называем русской мечтой. Это политическая сила, которая возглавляется и полностью контролируется российским олигархом грузинского происхождения, самым большим держателем акций из физических лиц, акций «Газпрома». Поэтому они делают все, чтобы угодить своим московским кураторам. То, что мы сейчас наблюдаем с президентом Грузии, надо понимать, что Соломя Зарубишвили является плотью от плоти русской мечты. В 2018 году путем огромной фальсификации во втором туре она была проведена на выборах как президент Грузии. Наши западные партнеры нам тогда просили, что надо успокоиться, не надо нагнетать, надо идти демократическим путем. Ну, сфальсифицировали чуть-чуть, что делать. Точно так же потом сфальсифицировали в 2020 году выборы. Соломя Зарубишвили ни разу не делала ничего существенного против Бедзина Иванишвили и его русской мечты. Так что то, что сейчас наблюдает весь мир, это игра как раз Бедзина Иванишвили, который всегда себя сам отговорил об этом, что он мастер кидалова, мастер трюков. И это его очередной трюк, который он пытается провести в Грузии. Через год выборы в поле продемократических, прозападных сил пытаются ввести нового игрока в виде Соломя Зарубишвили. Мы не участвуем в единое национальное движение, как самая большая оппозиционная партия. И другие оппозиционные партии не участвуют в этом цирке, потому что мы прекрасно понимаем, что они делают. У Соломя Зарубишвили есть достаточно функций, достаточно функционала и прав, чтобы сделать очень много полезных вещей. Но она их не делает. Например, она может сегодня же выпустить из тюрьмы Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии, гражданина Украины в данный момент, который вот уже два года находится в тюрьме, над которым издеваются, а у которого очень тяжело со здоровьем. О его переводе в западные страны на лечение просили, начиная от президента Макрона и заканчивая парламентом Ирландии. Об этом все время настаивает президент Зеленский, за что мы ему очень благодарны. Так что то, что вы сейчас видите, еще раз, это игра российской мечты, целью которой является, с одной стороны, дискредитировать процесс Грузии вступления в Евросоюз, получения статуса, с другой стороны, ввести в лагерь прозападных политических партий нового игрока, троянского коня, Лидии Соломезу Рабишвили. Оба, они пытаются убить обоих зайцев одним выстрелом. Наши западные партнеры очень негативно относятся к этому импичменту, и это как раз происходит на фоне того, что в ближайшее время должен решиться вопрос со статусом члена Евросоюза для Грузии. Он очень невыгоден российской мечте. Они делают все, начиная от создания напряжения с неправительственными западными организациями или посольством Соединенных Штатов Америки, заканчивая этим фейковым импичментом для президента Грузии. Они не хотят получить этот статус, в свое время как не хотел отношений с Европой Януковича в Украине, потому что, в первую очередь, статус приносит с собой очень много конкретных реформ, которые необходимо будет проводить, которые они не хотят. И, с другой стороны, это, конечно, позиция Москвы, которую они здесь проводят. Какие перспективы у грузинской мечты после вот таких действий? Потому что, так или иначе, это не может продолжаться вечно, как минимум, потому что население Грузии едва ли солидарно с курсом на Россию в долгосрочной перспективе. То есть, какова перспектива грузинской мечты в целом? И есть ли такой шанс заработать, получить это выгоду сегодня, а завтра условно остаться безнаказанным? Либо все-таки вы предполагаете, что может быть несколько другое развитие событий? Ну, сейчас любые опросы общественного мнения показывают, что две трети грузин хотят сменить русскую мечту во власти. Этот процесс будет углубляться. Это с одной стороны. С другой стороны, они пытаются завинтить гайки. Допустим, сейчас в парламент внесен законопроект, по которому уголовно преследоваться будет попытка поставить палатку в городе. То есть, они знают, что после, что вот эти выборы, которые через год пройдут, они проиграют. Они готовятся к фальсификации. Они готовятся, скорее всего, к негодованию населения по поводу получения статуса в Евросоюз. Потому что они, опять же, повторю, делают все, чтобы этот статус не получить. Из всех тех пунктов, которые нам были даны для получения статуса, российская мечта выполнила 20%, на что указывают наши западные партнеры. Но, опять же, Москва сказала, что Грузии не нужен этот статус. Этот статус не нужен российской мечте, потому что, опять же, идут вместе с статусом конкретные реформы. Они делают все для этого. Выборы они проигрывают. Вопрос в том, как они дойдут до выборов, и что будет в течение этого года, остается открытым. Стоит отметить, вот и вы сами сказали, что грузинская мечта, политсила, они по факту пророссийские. Но люди в Грузии, в большинстве своем, хотят единства с Европейским Союзом. Как это понимать? И каким образом получается выбирать пророссийские партии, учитывая, что народ далеко не пророссийский? Нет, вот 90% населения требует, чтобы Грузия была членом Евросоюза, получила этот статус и так далее. Абсолютная поддержка прозападного курса. Но тут надо понимать одну вещь. Они не выборны во время избирательной кампании. Они не могут выиграть выборы. Опять же, любой опрос общественного мнения, кто бы его не проводил, показывает, что две трети против них. Но деньги и админресурс – это те два ресурса, которыми они обладают, которыми еще вот эта одна треть держится. Они создали пирамиду. Допустим, если вы возьмете самый маленький район Грузии, в мере этого района работает более 900 человек, которым они платят зарплату. В мере Лондона не работает 900 человек. То есть они пытаются вот этим админресурсом покупать определенных людей и раздавать деньги. Благодаря этому они еще одну треть имеют голосов. Но, опять же, я повторю, две трети по любым вопросам общественного мнения показывают, что две трети населения Грузии хочет их смести. Дмитрий, временно оккупированные территории Грузии. Это был первый сигнал от Российской Федерации, что если Грузия и грузинское правительство не будет слушаться Москву, оккупация будет больше. Я провожу такую аналогию с Украиной. С 2014 года, напомню, Донецка, Луганская область и Крым были оккупированы. Сейчас Россия пошла дальше. Ну, посмотрите, это очень хороший вопрос. В 2012 году, когда в результате вот этой политической спецоперации «Русская мечта» пришла к власти, они сделали то, что не смогла Россия сделать в 2008 году во время войны, они начали кампанию так называемую «Не надо злить Россию». Вот это был их политическое кредо. И вот благодаря вот этому «Не надо злить Россию» в результате так называемой ползучей оккупации мы потеряли земель, равных четырех сухуми. То есть за время вот этих 10 лет вот этой ползучей оккупации они у нас отжали территорию, равную четырем сухуми. Поэтому этот процесс Россия никогда не заканчивала. Да, вы правы, она использует это как, скажем так, политический дивиденд, оккупированные территории. Но абсолютно понятно, что они не собираются мирно отдавать эти территории. И как только Украина победит войне, у Грузии появится исторический шанс договориться и с абхазами, и с осетинами, и восстановить свою территориальную целостность. И вернемся к Соломея Зорубишвили. Насколько действительно инициатива импичмента может угрожать Соломея Зорубишвили в статусе президента? И насколько эта инициатива и сама по себе идея может иметь шансы быть доведенных до конца? Либо это просто, знаете, некоторое такое предупреждение? У них, у «Русской мечты» сейчас нет достаточно голосов, чтобы провести импичмент через парламент. Но я не исключаю возможности, что они могут купить определенных депутатов. Единое национальное движение и основные политические силы оппозиционные отказались голосовать за импичмент. Как я уже говорил, из-за того, что это игра внутренней разборки грузинской мечты и игра российского олигарха Бедзина Иванишвили. Но я не исключаю возможность того, что они могут купить определенных депутатов из других политических сил. Так что тут 50 на 50. Ну а в целом, грузинская мечта. Что об этой партии известно в плане поддержки народа? Ведь, насколько я понимаю, мы с Гелой Васадзе эту тему обсуждали. Довольно-таки очень хитрая политика у грузинской мечты. Публично якобы заявляют, что мы не против Европейского Союза. Более того, сближение с Европейским Союзом необходимо. Но когда дело доходит до решительных действий, либо идет затягивание тех или иных процессов, либо, как показывает практика, наоборот, идет сближение с Москвой. Мы это видели, когда возобновлялось авиасообщение, когда, видимо, увеличивается количество денег, инвестиций из Российской Федерации в Грузию. Российской мечтой, русской мечтой руководит Бедзина Иванищури. Как я сказал, человек, который сам о себе говорил, что он мастер разводок, мастер трюков и так далее. Когда он пришел к власти, он сам был премьер-министром в определенный период после 2012 года, они создали систему, при которой они подходили к западным красным линиям и потом откатывались назад. Когда мы с нашим партнерам говорили, что, ребята, это российская сила, нам говорили, что нет, вы преувеличиваете, посмотрите, они никогда не переходят красные линии. То есть они очень хорошо научились играть, скажем так, образно в футбол. Потом, в 2022 году, вот эти красные линии, они изменились. Это не то, что российская мечта, русская мечта перешла к красной линии. Они просто изменились. Когда началась война в Украине, красные линии изменились, и российская мечта оказалась внутри этих красных линий. Поэтому сейчас началось давление Запада и так далее. То есть они не делают сейчас ничего такого, что они не делали до сих пор. Они то же самое делают. Но красные линии изменились, они оказались внутри, и Запад понял, что это реально российская сила. Кроме того, война в Украине усугубила все процессы, которые идут в Грузии. И когда глава российской таможни выходит и говорит спасибо грузинской власти за то, что при помощи Грузии сейчас обходят санкции западные для России, это уже все показывает. Сами русские благодарят грузинскую мечту, русскую мечту за ту помощь, которую они оказывают в обходе санкций. Поэтому, опять же, я говорю, в течение года следующего это все решится, потому что будут выборы парламентские. Грузия – парламентская республика. Но, опять же, надо как-то дойти до этих выборов, потому что они еще очень много чего вредного сделают и очень много чего испортят. Дмитрий, благодарим вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. Напомню зрителям, что Дмитрий Шашкин, член полицовета Единого национального движения, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram – только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.